Программный ассистент Я родился в городе Артем, СССР. Я родился в городе Дошамбе, Советский Союз. Я родилась в городе Герои Ленинграды, Советском Союзе. Я родился в США. Соединенные Штаты Америки! Проблемой устаревших пестицидов, тяжелых металлов и радиоактивным загрязнением. Пестициды, как и я, родились в СССР. Устаревшие пестициды – это наследие прошлого, это проблема прошлых лет. У нас в Таджикистане нет мануфактуры по производству ядохимикатов. Большинство устаревших пестицидов, среди которых ДДТ, Тиадан, Линдан, мертвым грузом лежат на складах, некоторые из них закопаны на территории самих складов, а некоторые из них вывезены на временное хранение Навашский полигон летохимикатов. В Таджикистане, в Таджикистане, есть около 900,000 хектакерами от дерева культуры. И это дерево традиционно требует использования пестицидов, изначально из УССР. И эти пестициды были проблемными для страны, особенно в их использовании с пестицидами. Большинство пестицидов, которые используют пестициды в Таджикистане, были снижены или уничтожены, уничтожены, без правильного управления. Масштабы проблемы понять практически невозможно. Это длительный процесс влияния. Есть в Таджикистане места, например, в Кумсангире, где люди уже адаптировали склад для жилья, а есть места, где люди даже хвалятся улучшением своего здоровья, зависящего от склада, например, в Кулябе. Решение есть всегда. Главное – это политическая воля. В Таджикистане правительство заинтересовано в решении этой проблемы. Комитет по охране природы, за что мы им безгранично благодарны, они участвуют активно, стремятся к решению этой проблемы, связанной с российской территорией, строительством новых домов. То есть это все очень правильно. В Таджикистане мы уже провели оценку более 50 загрязненных участков. У нас есть все лабораторные данные оценки этих участков. И основываясь на международном опыте практики, уже очищено или частично очищено 5 участков. Пока мы с вами делаем кадры данного фильма, в Хархорском районе и в Кулябе проходит акция по очистке складов ядохимикатов. Мы находим потрясающие сюрпризы в виде тон ядохимикатов. На данный момент акция завершается, и мы можем с уверенностью сказать, что 70 тонн ядохимикатов собраны. Сил на изучение, очистку, восстановление загрязненных объектов у нас, конечно, хватит. Вопрос, хватит ли у нас на это возможности. Главный вопрос – это технические и финансовые средства. Их всегда недостаточно. Мы благодарим Комитет охраны окружающей среды Республики Таджикистан за их неоценимую поддержку, за политическую, техническую, экспертную. Также мы очень благодарны Европейскому Союзу и USAID, также другим донорским организациям за их помощь. Благодаря им работа продолжается. Некоторые территории в Республике Таджикистан очищены, но многие остаются загрязненными. И если мы сегодня хотя бы одним своим действием помогли хоть одному человеку, то мы очень рады. Мы для этого и работаем. Я испытывал настолько счастливую благодарность от народов Таджикистана в их стране за работу, которую мы делаем. Мы проводили образовательную акцию в Фархоре и Куляйбе. Люди как губкой впитывают информацию. И они все очень рады, что их место жительства наконец-то станет чище. И я также очень рада, что я причастна к их радости. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова